Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Посевная наша в полном разгаре. Вот южные регионы уже посеяли и томаты, и перцы, потому что они начинают намного раньше нас. У меня сибирский регион, и мы сейчас в нашем регионе в конце февраля будем сеять, вот февраль месяц, должны посеять все баклажаны, все перцы. И начать уже сеять томаты для теплиц, для защищенного грунта. Естественно, у всех возникает вопрос, какой же грунт нужен для томатов, которые будем сеять мы вот в конце февраля, в начале марта. Чем он отличается от другого? Я уже показывала видео в январе, как я готовлю почву для перцев. Рассказывала, что состав почвы может быть очень разнообразный. Если вы будете делать сами, это может быть и две части полевой, две части перегноя и немножко песка. Три части полевой, две части перегноя и опилочки. Можно сделать, например, две части полевой, ну вот как считается, чернозем или дерновая, она полевая хоть как. И сколько-то, одну или две части покупной. Но начинающим садоводам-огородникам нужно объяснить про покупной грунт, потому что многие не заготовили осенью. Это вот то, что я рассказывала про этот грунт, это нужно было позаботиться и сделать все с осени. Сейчас просто занести, разморозить, просеять, увлажнить, протравить и грунт готов. Про покупную землю. Я сразу скажу, что я никогда не выращиваю покупную землю. Я считаю это, ну как, как объяснить-то. Но зачем это делать, когда можно приготовить свой грунт, состав которого ты будешь точно знать. Когда мы покупаем вот эту землю, никто не может нам дать гарантию и никто не может точно сказать, из чего она состоит. Потому что, ладно, если вы взяли в каком-то крупном магазине грунт известной фирмы, у которой там репутация чистейшая, тогда еще может быть, они там поддерживают какие-то контроли. Но вот у нас, например, мы живем в глухой провинции. У меня очень маленький город, никаких тут фирм таких нет. И вот видите, как у нас, вот написано, Алтайский край, город Биск. ООО, такое это предприятие. Я даже не знаю, что это за предприятие, но могу точно сказать, что может любой человек вот это ООО зарегистрировать в налоговой и начать фасовать вот в такие красочные пакеты землю. Никто, естественно, не может вам гарантировать, что там хоть здесь и написано состав. Вот тут содержание питательных веществ, тут какие-то проценты, все. Но я больше чем уверена, что никто точно их не вымеряет, никто точно не делает никакие исследования. И я не могу, например, себе позволить взять кота в мешке, потому что я посею в этот грунт. И если там, например, некачественные предприниматели расфасовали его, я не говорю именно вот про это, а вообще про любую. Например, я взяла какую-то неизвестную фирму, неизвестное местное такое маленькое предприятие, о котором я никогда не слышала, я ничего о нем не знаю. Туда могут положить все, что угодно. Для объема, для массы, хотя здесь и написано, конечно, вот дерновая полевая земля, биогумус, вермикомпост и крупнозернистый песок. Ничего сверхъестественного нет из того, что я сама не могла бы положить в свою землю. Ту же полевую землю, вот про которую я говорила, дерновую, тот же гумус, компост и песок, можно добавить все самому. Зато я буду знать именно состав своей почвы, его безопасность и все. Но для тех, кто новенький и кто не запасся земли, естественно, нужно, можно купить землю в магазине. И первый вопрос, который вот изначально тема, какая все-таки земля нужна для томатов? Ничего особенного, какого-то отличного от перцев и от баклажанов нет. Вы видите, что вот этот грунт, он идет и для томатов, и для перцев, и для баклажанов. Значит, заготовив землю один раз осенью, вы можете сюда делать посадки и томат, и баклажан, и перец, не меняя состава, не добавляя чего-то особенного для отдельной культуры. Это все одна группа культуры. Сходные, они очень хорошо растут в одном и том же грунте. Ничего не нужно изобретать, никакой велосипед, просто поливая земля, перегной или чуть-чуть песка, или чуть-чуть опилок, или делаете пополам половину магазинного, половину вот такого заготовленного просто земли. Единственное, что когда будете сами готовить, избегайте, конечно, с огорода брать землю. Опять же, говорила, что там могут прицепиться прошлогодние растения. Остальные, пожалуйста, любую землю, что покупную, что вот возьмете где-то с поля, там, где не выращивали перцы, баклажаны и томаты 3 года, можно смело брать. И вот тот состав, про который я говорила, про перец, если вы приготовили для перцев, и у вас осталось, можете туда же сеять томаты, можете в этот же грунт сеять баклажаны, никаких различий у них, таких сильно каких-то нет. Но тут написано на покупной земле, что сбалансированная, полностью готовая к применению почвенная смесь, обладает полным комплексом органических, минеральных, питательных веществ, стимуляторов роста, микроэлементов для эффективного роста и развития томатов, перцев и баклажанов. Опять же, вот эти слова никто вам подтвердить не сможет. Действительно ли она обогащенная комплексом минеральных и органических удобрений? Есть некоторые почвы, которые откроешь, и там просто обыкновенный почвогрунт. Ничего там нет, никакого гумуса или вермикомпоста, который заявлен. Вот про этот пакет не знаю, я его купила специально, просто чтобы вам показать, что почва для томатов, перцев и баклажанов, она идентична. В одном составе вы можете выращивать и первое, и второе, и третье. Все. Вот который состав я называла, когда я готовила почву для перцев, вы ей можете пользоваться весь сезон. Все. Если своя почва, можно добавить немного золы, можно добавить немного, чуть-чуть, вот прям щепотку комплексного удобрения. Некоторые добавляют вот яичную скорлупу. Я скорлупу тоже собираю, но я ее обычно в огород, вот перекопку рассыпаю, потому что, когда добавляешь в ящик с рассадой, я не думаю, что она за этот месяц успеет как-то разложиться, отдать свои какие-то питательные вещества. Скорлупа, она очень долго остается в таком вот виде. Некоторые ее на кофемолке перемалывают, чтобы она быстрее разложилась. Я просто выбрасываю в огород, раскидываю равномерно по земле. И с годами она разлагается, и вот все вещества, которые там в скорлупе растения употребляют. В ящик с рассадой, вот когда я сею семена, я не добавляю ничего такого, ни кокосовые вот эти экстракты, ни яичную скорлупу. В простой, нормальной земле получается хорошая, здоровая, крепкая рассада. Им ничего не нужно. Вы вот сейчас сеете семена, они будут там всего месяц. Не успеет не разложиться ни скорлупа, ничего там, им ничего не нужно. Семечку главное пробудиться, взойти, дать один или два настоящих листика, потом вы все равно их рассадите. Все, вот главный вывод этого видеоролика, что для томатов, для перцев или баклажанов не нужно каких-то отдельных специальных составов. Они прекрасно растут в одном и том же грунте, что перец, что томат, что баклажан. Просто поливая земля, потом перегной можно добавлять в качестве добавки для большей водопроницаемости, или перец, ой, песок, или некоторые добавляют опилки. Вот эти добавки можно делать, но можно и не делать. Если у вас достаточное количество перегноя будет в грунте, оно так будет рыхлым, вода будет проходить и стекать очень легко, и рассада получится крепкая и здоровая. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука о грунте, который нужен для томатов и баклажанов.